Драконит 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 Ты тоже возвращаешь из собственной казны? Этого я, разумеется, сделать не могу. Но я выплачиваю щедрое возмещение. Прошлым летом вдова Шорника получила от меня 800 крон. Семья несчастного купца тоже не останется в обиде. Так говоришь, это последний Василиск? Откуда ты это знаешь? Ты знаешь, последний представитель этого вида. Прежде их было куда больше, но они вымерли, когда выкорчевали буковые леса. То есть ты считаешь, что есть прямая связь между буковыми лесами и Василисками? Опосредованное есть. В буковых лесах водились серны, а те служили основной пищей Василиска. Когда серны исчезли, они переключились на людей. И тогда появились ведьмаки. И вот осталась единственная, последняя особь. Самка. Еще в прошлом году их было двое, но партнер Иокасты погиб. И Окасты? Это ее имя. Мой отец назвал ее так в честь своей покойной матери. Иокаста тогда высиживала два яйца. Но когда самец погиб, она, к сожалению, выбросила их из гнезда. Кто ты, собственно, такой? И откуда такой интерес к чудищу? Граф Борис, к вашим услугам. Этот вид – гербовое животное нашей фамилии. Род Дисальварес веками носит регулюс плату. Семейное предание гласит, что основателя нашего рода ребенком на пожаре спасла самка Василиска. Забрала его к себе в гнездо и выкормила, как собственное дитя. Чепуха. Разумеется, но прекрасное. Ты знаешь, где гнездится этот Василиск? Конечно, знаю. Но вы же не думаете, что я вам скажу? Эти мечи у вас не для забавы. И я знаю, чего от вас ждать. Я и самого найду. У него очень характерные следы. И второе тело поищу. Ты говорил, что купцов было двое. Бочки разбиты. Похоже, у них и был тонил. Его используют при дублении кожи. Чудовище разбило бочки. Вот отсюда запах на чешуе. И оказывается, очень любопытно. Ее привлекают любые сильные запахи. Должно быть, это бочки приманили ее к обоцу. Странные выжженные пятна. Может, следы ядовитой слюны? Этот вид, похоже, очень токсичен. Не иначе. Рана, нанесенная серебристым василиском, долго не заживай. Значит, надо запастись противоядием. Испусством и сильным выжженного. Испусством и получается gorgeous, Очень слабый. Скорее всего, Василиск поднялся высоко в воздух. Следы крови очень четкие. Снова отчетливый запах. Как я и думал, вторая жертва. Повреждений мало. Василиск, должно быть, нес его в гнездо, чтобы съесть позже, но почему-то выродил. Интересно, почему. Я что-то слышу, но это не Василиск. Человеческие голоса. Человеческие голоса. Хотел спросить то же самое. Рубайлы меня зовут. Рубайлы? Случайно не из Кримфрида родом? Именно что? А ты откуда знаешь? Ты что за птица? Геральт из Риви. Я ведьмак. Знаю ваших собратьев по ремеслу. Богольта, живодера, нищуку и мелкого. А, ведьмак. Богольт мне о тебе рассказывал. Ты вроде мечом неплохо машешь. Профессионал. Профессионал. Добро. Сделаем так. Пойдем на гадов пятером. Бести должно быть страшно ядовитое. Нам лишние руки не помешают. А награду мы уже от гильдии приняли. Так поделим по справедливости. Ну как, уговор? Господа, что я слышу? Вы собираетесь убить Иокасту? Этого быть не может. Это создание под моей охраной. Если дело в награде гильдии, то я заплачу. Заплачу двойную цену. Вы не можете убить последнего представителя вымирающего вида. Заплатишь, значит? За то, чтобы мы ничего не делали? Вот это новость. Ну что скажешь, сударь профессионал? Я слыхал, это бестия уже пятерых сожрала? Мы не будем убивать этого Василиска. Ведьмак, защитник чудовищ. Видали, мужики? Какое диво. Эх, не будем сегодня рубать гада. Но... Но ты что-то там о деньгах вроде говорил. Говорил. И слово свое сдержу. Твоя доля, ведьмак. Самая плевая работа за всю мою жизнь. Бывай, ведьмак. Забавно было с тобой поработать. Бывайте, мужики. Спасибо вам, что пощадили Иокасту. Я постараюсь, чтобы она никого больше не съела. В этот раз старайся получше, чтобы больше никто тут не шлялся. Так и сделаю. Я бы хотел дать вам еще чисто символическую сумму за спасение Иокасты. Если бы не вы, Рубайлы бы ее убили. Иокаста улетела. Почуяла, что гнездо в опасности. Думаю, она скоро вернется. Обязательно. Она всегда возвращается. Я даже догадываюсь, куда она полетела. Я выяснил, что она нашла себе нового партнера. Правда, это обычный Василиск. Не серебристый. Но вдруг из этого что-нибудь получится? Может, Иокаста отложит новые яйца? И возникнет новый вид? Лучше не надо. Прощай.